Тимур Аполлинский Мог подумать, буквально только недавно мы были у вас в гостях, не просто впечатлились, а вдохновились, потому что помимо вот этих вот пластинок, плакатов, футболок, вообще инвентаря, витает в атмосфере что-то такое. Вот вроде бы ты находишься на педагогической в Одессе, на фонтане, а вот как будто бы где-то в Англии, где-то аж в Ливерполе. Расскажите сами, вот ваше впечатление, 10 лет? Ну, во-первых, добрый день, Александр, добрый день, уважаемые господа телезрители. Я остановлюсь отдельно по поводу даты, потому что официальная дата 10 лет, это чистая правда. Но вообще первое посещение Одесским телевидением, тогда еще домашней коллекции, было в 2000, вернее не в 2000, а в 1996 году. Тогда это был телеканал «Тритон», такой назывался, так назывался, «Седьмой канал». Затем я познакомился с ребятами из Англии, и они оказались журналистами, они пришли снимать. И когда они пришли снимать, они сказали, что да у вас же целый музей, а не домашняя коллекция. Это было в 2006 году. И вот тогда они сделали репортаж в Англии, как официальный украинский музей «Битлз», единственный музей «Битлз» в Украине. Но в 2006 году, оказывается, мой музей попал в реестр всех одесских музеев. Мне было очень приятно, но это случилось совершенно без моего ведома и совершенно без моего участия. Просто постарались активисты, потому что я еще являюсь и председателем всеукраинского клуба «Любители Битлз». Ну и в общем так вот и началось. То есть официальная дата получается вот самый конец декабря 2006 года. Тимур, я не буду спрашивать про ваше отношение к Йоко Оно. Оно может быть неоднозначным, собственно. Но продолжай работать, будучи там живыми, ну участники коллектива, да, Джон Леннон, Харрисон. Вот каким бы сейчас выглядела группа «Битлз» на ваш взгляд? Хм, хороший вопрос. Вы знаете, этот вопрос я часто сам себе задаю. И многие битломаны по всему миру. Вот. Я думаю, что это была бы, наверное, самая лучшая группа, как они были всегда впереди планеты всей в 60-х годах. Потом, когда они разделились, музыки стало в 4 раза больше, они стали все работать сольно. Но по большому счету, я считаю, что они бы, как и раньше, были бы на Олимпе, так сказать, всех хит-парадов. Ну, вообще, честно говоря, вот я когда создавал музей, я никогда не думал, что у меня будет какой-то, скажем так, атрибут из рук Йоко Оно. Но я сейчас вам расскажу, а прежде чем я это сделаю, вот расскажу, что... Меня часто спрашивают по многочисленным письмам, которые я тоже получаю, вот почему вы не рекламируете свой музей? Вот почему? Вот нигде нет никакой рекламы. Мы знаем музей Блещенова, мы знаем музей западного и восточного искусства. А знаете, совершенно верно, люди приезжают туристы в Одессу, они, может быть, и хотели бы пойти до... Вот относительно того, о чем вы сейчас говорите. Ну, наш бывший губернатор, вот его замы меня спрашивали, что нужно, чтобы был инвестиционный климат и поднять туристический климат. Я говорю, прежде всего нужно отрекламировать музей Битлз, и я, конечно, пошутил, и создать, естественно, атмосферу, отремонтировать исторический центр города. То есть, ну, другими словами, на мой взгляд, Битлз не нуждается в рекламе, это мой всегда ответ, поэтому я его никогда не рекламирую. Считаю, что люди придут сами, да и, собственно, люди приходят. Вот вчера я не приглашал, у меня было телевидение Нью-Йорка, Одесское телевидение США называется. Одесское телевидение США, Нью-Йорк. Вот вам, пожалуйста. Да, на русском языке. Это, думаю, название придумываем, репортер, вот, думаем, красиво, некрасиво, а тут вот, Одесская телевидение США. Вот, они мне задали традиционный вопрос. Вот сколько вам нужно времени, чтобы вы все-таки подготовились к эфиру? Я говорю, мне нужно буквально одну минуту выпить чашечку кофе, я готов. Как? Ну, вам же нужно подготовить вопросы, ответы. Я говорю, мне нужно ничего. Меня разбуди в 4 часа утра, я вам все расскажу по поводу того, что делал Джон Леннон, например, в 1965 году. Что он делал в 1965 году? Утром. Что он делал? В каком году, в каком, в какого дня и какого месяца. Давайте, сегодня 28 декабря? Да. 28 декабря 1965 года. Заканчивал съемки фильма «Хелп» на помощь, вместе со всей группой Битлз. Кстати, вот, если вы обратили внимание, ну, вот, я полностью, вот, когда были у меня в гостях первый раз, я полностью, вот, весь растворен в этой музыке. И это моя жизнь, это моя стихия и основа. И я даже автомобиль оформил тематически, то есть сделал именные номера, оформил его. И вот был интересный случай, как раз хочу вам его сейчас рассказать, когда я ехал и слышу вдруг по радио, я сейчас не буду говорить название радиостанции, и вдруг ведущий говорит, вот, я, говорит, поражен, говорит, я сегодня видел, по городу едет машина. Это ж как надо любить группу Битлз? Я ехал, ну, мне, конечно, было приятно, вот, и, в общем-то, моя задача, моя идея – популяризировать эту группу, потому что музыка Битлз, по большому счету, она несет один позитив, она антивоенная. А позитива в нашей жизни, к сожалению, вот в годящем году было очень мало. Поэтому мне очень рад, что новые вот люди, подростки, которым никто не прививал, вот мне же любовь к Битлз привил отец, а им никто не прививал это. Они сами пришли к этой музыке, и мне очень приятно, что ряды нашего всеукраинского клуба Битлз пополняются. А вот если смотреть все-таки первые годы существования музея, и сейчас, насколько увеличилась коллекция? Каждый день пополняется. Каждый день пополняется. Если раньше проблема была в том, чтобы найти экспонаты, их просто не было, нигде не было, то сейчас проблема в деньгах. То есть есть возможность приобретать, есть возможность приобретать, и я это делаю каждый день. Вот, кстати говоря, я пришел не с пустыми руками к вам, и если вас не оскорбит, я хотел бы нарушить традицию. Обычно подарки делают в конце передачи, я бы хотел сделать их сейчас. И, кстати говоря, обратите внимание, вот один из экспонатов, это вот такая вот сумочка, мне подарили ее вчерашние американские журналисты. А у меня вот есть... Из одесского телевидения США. Одесского телевидения США, есть такое. Вот такая вот чашечка. О, замечательно. Вот. Она, видите, оригинальная. Здесь, я думаю, вам пакет этот не понадобится. Здесь изображены Битлз на их последнем альбоме Эбби Роуд. Вот, спасибо вам большое. Вот. Спасибо. Надеюсь, что вам будет приятно из нее пить чай или кофе. Да. А может быть, то есть покрепче. В конце концов. Может быть, и Узвар. А вот эта вот футболка, она будет... Их немного. Но вы будете ее... Или кто-либо из вашей, так сказать, редакции. Ну, у нас, знаете, кто сильнее, тот и носит. Вот. Я надеюсь, телезрителям будет интересно увидеть, что здесь на ней написано. Символика Одесского музея. Ну, и сзади... Битлз. Кос. Да. Адрес сайта. Извините, если немножко помялось. Да, замечательно. Замечательно. Огромное спасибо вам. Да. Действительно. Прекрасный подарок. Да. Прошу вас. Да, спасибо большое. А я положу пока здесь. Оно, собственно, нам мешать не будет. Я знаю, что все-таки у вас есть в коллекции то... Есть экспонаты, когда вот, например, что англичане... Создатели английского музея Битлз там облизываются. Когда слышишь, что у вас есть что-то, что нет. У них, а они и в Англии, а вы в Одессе. Не последний город, безусловно, в мире, не только в Украине. Но, тем не менее, что? Я вам скажу, что... Во-первых, там марка, которую мне подарила Йокоона. Во-вторых, есть зеркало, о котором я достаточно много уже рассказал. И, кстати, с этим зеркалом связан интересный случай, когда папа его привез, он покупал его в Сингапуре. Вот. Оно было просто в примерочной. Ну, не буду 10 раз повторять эту историю, я вам ее уже повторял. Ну, очень каратенечко. Но вкратце, в общем-то, она просто висела в примерочной супермаркете. И папа, когда его увидел, он просто примерял рубашку, по-моему, ну, неважно. И, в общем, он обратил внимание, что через какое-то время появился силуэт, которого не было. Силуэт Джона Леннона. И надпись, его последние слова были «Да, я Джон Леннон». И он попросил, значит, продавца, недолго поторговался и купил его. Потом оказалось, что зеркало не простое, а уникальное. Сделано оно в Японии. И вот с ним очень связана интересная история. Дело в том, что многие журналисты, когда было 5 лет в музее, они приходили, и я им эту историю рассказывал. И когда я им рассказывал, я всегда им говорил, что по моим подсчетам, таких зеркал в мире очень мало. Я не видел и нигде вот на таком солидном сайте beatles.ru, его никто не видел, такого зеркала. Может быть, оно одно, может их два, может пять. И я, когда говорил слово «цифру 5» журналисту «Комсомольской правды», она написала 50. Когда я говорил другому изданию, там написали 500. И мне потом бетломаны говорят, ну ты ври, ну не завираешься, ты хоть определись, сколько же их в мире. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Я, к сожалению, а может к счастью, не могу видеть конечную редакцию того интервью, которое я давал. Точно так же было, когда меня спрашивают, упрекают, вот последний момент убийства Джона Леннона, к нему подбежал полицейский и спросил, вы действительно Джон Леннон? Джон Леннон отвечает, да, я Джон Леннон. А когда я это говорил, многие репортеры, многие журналисты писали, вы Джон Леннон или вы кто? То есть терялся вот этот вот некий вот точный момент, который бетломаны не прощают. Но тут, к сожалению, моей вины нет. И я поэтому, так сказать, здесь сразу же говорю, что тут некоторая, так сказать, уже импровизация журналистская. Вот недавно позвонил мне, как я говорил, меня сами находят, позвонил мне один парень. Оказывается, есть во Львове тоже Битлз-клуб. И ребята очень здорово исполняют каверы Битлз. Я пообещал им устроить здесь концерт. Очень долго вел переговоры с Зеленым театром, которые, к сожалению, ни к чему не привели. Ну и, к сожалению, у меня еще, в общем-то, я попал в больницу в течение этого года и не смог выполнить просьбу. А ребята великолепно поют песни Битлз. Я надеюсь, что в следующем году я выполню их просьбу и обязательно... Приводите их к нам сюда. У нас можно исполнять песни в студии. Есть прецеденты. Так что, как минимум, когда будете в Одессе с концертом, обязательно загляните к нам. Мы будем рады вас видеть. Я обязательно им это передам. Да. И, Тимур, что пожелать вашему музею в 2017 году? Вы знаете, я бы музею пожелал бы прежде всего помещения. Потому что у меня помещение маленькое сейчас. Я думаю, что если был бы конкурс на самый маленький музей, маленький, я подчеркиваю, не по объему материала и экспонатов, а по помещению, по квадратуре. По квадратуре, да, именно по объему помещения. То я бы, наверное, мой музей бы занял первое место. Я сейчас веду переговоры с заместителями мэра. Я надеюсь, что они мне помогут. Во крайней мере, было устное обещание. Ну, а пользуясь случаем, хотел бы пожелать... Все-таки у нас впереди большой праздник, Новый год. Пожелать телезрителям и всему творческому коллективу, в том числе репортера, того, чтобы все-таки у нас было в жизни побольше позитива и поменьше негатива, который так заполонил прошлый год. И хотелось бы закончить, немножко перефразируя фразу Джона Леннона. Война окончена, если вы и мы этого очень сильно захотим. Замечательные слова, лучше не скажешь. Спасибо вам большое, Тимур, что посетили нашу студию. Вам спасибо, что пригласили. Без вопросов. Это была студия репортера, ее провел я, Александр Вейтсман. Всего хорошего, до свидания, с наступающими праздниками. Всего доброго. Продолжение следует...